В столице республики завершаются последние приготовления к главному зимнему празднику. Наша съемочная группа побывала на основных новогодних площадках. Наступающие новогодние каникулы будут немного короче. Рабочая неделя начнется уже с 9 января. Поэтому городские парки решили начать праздничную программу пораньше, с 28 декабря. В связи с реконструкцией Красной площади, центральной площадкой встречи Нового года станет парк Амазония. С предпраздничной субботы здесь начнут работу интерактивные развлекательные площадки. Сказки будут проходить в ежедневном режиме с 15 часов до 17 часов. Поэтому добро пожаловать. Представление будет интересно с большим количеством сказочных аниматоров. Ну и конечно с персонажами русских сказок. Готовы к приему гостей и главная резиденция Чебоксарского Деда Мороза. Дети и взрослые смогут прийти к сказочному волшебнику и загадать самое заветное желание. Для любителей покататься на коньках в этнопарке Амазония будет работать самая большая ледовая площадка в городе. Помимо центральной площадки новогодние программы ожидают чебоксарцев и в других парках. В Лакреевском лесу юные чебоксарцы смогут прокатиться на собачьих упряжках. В детском парке Николаева в этом году впервые в городе будет работать раздельный каток для детей и взрослых. Также здесь можно будет посетить зоо-уголок и мастер-классы в доме снеговика. Традиционным местом встречи Нового года для большинства жителей Новоюжного района станет площадка у торгового дома «Шебашкар». Дорогие чебоксарцы, приглашаем, ждем и надеемся, что все смогут посетить и насладиться новогодним настроением вот в таких прекрасных площадках. Желающие встретить Новый год на одной из этих площадок могут смело планировать поездку. График движения общественного транспорта в новогоднюю ночь будет скорректирован. Богдана Дойникова, Борис Андреев, Валерий Рязюков, Бахтияр Велиев, Андрей Спиридонов, Республика.